Блендер 2.81 И давайте в этом ролике рассмотрим как сделать именно цевьё, приклад именно вот корпус винтовки Погнали Так это делит, выбираем куб Здесь можно видеть что я буду нажимать Так, теперь заходим в Add Находим Image Находим Reference И сейчас надо подгрузить какой-нибудь референс винтовки Так, где у меня тут что находится Так, всё это дело теперь можно, так, семёрка на нам падить Теперь можно транспозом или клавишей английской R всё это дело выровнять Смотрим теперь с этого ракурса Немножко корректируем Немножко подгоняем Так, три на нам паде Смотрим что да как Немножко можно приподнять вот таким образом и немножко ещё выровнять Так, следом заходим в Add Mesh План Можно также работать с кубом Так, это всё дело опять же на нам паде Выравниваем И транспозом это всё дело Давайте опять перекрутим Вот так вот Подкорректируем чтобы всё это было ровненько три на нам паде Вот так вот выравниваем Смотрим что тут да как чтоб ровно стоял Немножко ещё подкрутим и немножко ещё тут по плану подровняем Вот теперь ровно жмём С английское всё это дело уменьшаем колёсиком приближаем переключаемся в Edit Mode G английское ставим туда куда нам надо вот так вот вытягиваем вперёд 3 на нам паде опять же немножко прибавить английское S вот так вот уменьшаем и G ставим куда нам надо вот так вот немножко S можно ещё прибавить щелчок и G немножко опустить и немножко побольше сделать потому что потом будем делать сабдивизии сглаживание и она уменьшится ещё так что можно чуть-чуть побольше делать так теперь выбираем ребра снимаем выделение выделяем ребро и погнали E английское это вот сюда теперь опять же E колёчком уменьшаем так E смотрим чтобы было всё ровно 3 на нам паде выравниваем ну и опять же вот это вот E теперь выбираем вот это ребро E английское ведём вот сюда E ведём вот сюда S расширяем ну и опять же E опять же ведём вот сюда и S английское расширяем ну и опять же E всё это дело потом ещё подкорректируется так что это не беда выбираем теперь вершины снимаем выделение вершины вот эту можно G английское нажать подтянуть а вот эту вершину можно чуть-чуть вот так подровнять эту вершину можно тоже отправить ну и вот эту вершину немножко вниз так теперь нужно добавить лупов так вот сюда вот луп сюда сюда и пока вот этими лупами давайте подкорректируем выбираем вершину G английская выбираем вот эту вершину G английская и вот так вот можно всё это дело теперь приподнимать моделировать и мне вот и р не ну и так вот такая вот заготовочка получилось здесь можно еще подкорректировать вот так вот верхнее цевьё чтобы если разборная не будет модель можно сделать ее цельным вот здесь вот добавить луп вот тут вот так вот теперь select box снимаем выделение жмем английскую b выделяем верхние вот эти вершины и немножко все это дело экстрадируем е можно даже побольше снимаем выделение выделяем вот эту вот вершину и g немножко ее можно так вот в бок увести теперь добавляем лупы вот сюда вот посередине луп и выделяем вот эту вершину и g чуть-чуть его боку так вот уводим она потом сгладится как раз будет нормально так ну что еще ну можно еще лупов добавить так вот сюда вот лупы и вот сюда до пониже чтобы она была чуть-чуть покрепше ну и вот тут тут можно тоже лупов по добавлять вот таким вот образом переключаемся теперь object mode вот такая заготовка здесь получилась смотрим что да как ну вроде прикольно теперь нужно все это делаем вытянуть в edit mode 3 на нампаде ставим б английскую выделяем все вершины и теперь можно вот так вот колесиком прибрать выровнять и нажать е можно сделать чуть-чуть и потолще потом она подкорректируется снимаем выделение или выделяем полностью английская а и переключаемся в object mode теперь заходим в object делаем конвертируем в mesh все это дело и добавляем add модификатор subdivision surface добавляем wear порт применяем вот такая вот получилась заготовка то что она чуть-чуть толстовато это не беда это можно всегда ее сделать потоньше но это вот сделал именно для забрас я потом в дальнейшем буду ее делать уже в забрас так что вот такая прикольная штука так давайте разберемся как теперь затворную раму сделать так зайдем в тулы найдем цилиндр вытянем его левой кнопкой мыши теперь edit и заходим в инициалайз смотрим поле f делаем меньше hd вайды так чуть можно прибавить их вот так теперь здесь поменьше сделаем два хватит и заходим делаем make polymesh теперь shift левая кнопка мыши выравниваем можно зайти в геометре немножко все это дело сайзом уменьшить вот так ну и можно сразу вытянуть вот таким вот образом alt левая кнопка мыши передвигает по экрану теперь заходим в кисти находим the modeler так пардон the modeler приближаем немножко и нам нужно 8 частей сначала находим вот такую вот он ребром и ведем по ней левой кнопкой мыши это вот будет первая часть чуть-чуть прибавить ее немножко кисть можно поменьше сделать и немножко ее вот так вот так пардон ctrl z пробел переключимся и включим поле луп чуть-чуть вот эту часть сделаем побольше так вот эту часть теперь отбить тоже нужно вот так сделать поменьше вот таким вот образом это вот подающая будет часть так теперь нужно еще вот эту часть немножко уменьшить вот таким вот образом так чуть-чуть ее надо прибавить так ctrl z капризничает мышка вот так и чуть-чуть поставим добавим здесь луп вот так здесь теперь отделим одну часть и уменьшим ее вот так вот смотрим что получилось ну вроде прикольная ступенция добавляем добавляем теперь ctrl z добавляем теперь здесь луп вот так делаем его чуть-чуть так еще вот здесь вот луп добавим вот таким вот образом а эту часть чуть-чуть уменьшим вот так вот эту часть чуть-чуть можно сюда перевести вот так вот сделать переход ну и вот эти части тоже добавляем лупы уменьшаем уменьшаем добавляем луп вот так вот тоже уменьшаем вот так вот так вот эту всю часть можно сразу уменьшить пусть она пойдет на уменьшение так ctrl z вот так вот так вот вот так вот добавим луп вот эту часть теперь тоже добавим Наверное, луп Ctrl D Что-то у меня С мышкой Сильно не получается Так, и вот эту часть Немножко тоже уменьшим Вот так Теперь Добавим луп Вот так вот Эту часть Немножко тоже уменьшим Вот таким вот образом Здесь добавим луп И немножко вот эту часть Смягчим Вот что-то в таком духе получается Здесь теперь так и оставим Можно теперь добавить И тут лупы Так, а вот эту часть Можно немножко вытянуть Это пробел Кладборд И немножко ее Вот так вот прибавить Вот такая прикольная затворная Рама получилась Здесь теперь можно Вот эту часть Увести вглубь Вот так Здесь добавить луп Здесь тоже добавим луп Вот так Нажмем пробел И поставим поле луп Чуть-чуть уведем Вот так Ну вот такая получилась Простенькая Заготовка Именно для Затвора Теперь заходим В геометрии Так Переключаемся на кисть Стандарт Заходим в геометрии Дай нам Можно все это Вот так вот Ctrl Z Чтобы четче было Сейчас опять Добавим Наверное лупы Заходим в Z модельер Опять ставим пробел И Подобавляем Вот здесь вот лупы Субтитры сделал DimaTorzok Так Вот такая штука Ставим теперь Дайномеш Резолюцию Чуть-чуть побольше Вроде прикольная Теперь все это дело Можно экспортировать Рабочий стол Пишем затвор Enter Сохраняем И подгрузим Сейчас сюда Именно винтовку Тут можно еще Патроны добавить И вот эту вот Ручку Раму Так Теперь Импорт Ставим Находим Именно Приклад Вот таким вот образом Делаем ему Теперь Дайномеш Делаем Теперь Сапкулов Дубликат И импортируем Сюда Теперь Именно Нашу Затворную Раму Импорт Затвор Перекручиваем Его Уменьшаем И подгоняем Именно Под винтовку Вот так Вот где-то Смотрим Что тут Получилось И стандарт Ctrl-Shift Левая кнопка Мыши Выбираем Именно Обрезку Вот так Пардонте Переключаемся На цевье Здесь Немножко Делаем Подрезку Вот так Вот Ну Вроде Нормально Вот Эту часть Можно Немножко Еще Уменьшить И Немножко Вытянуть Снимаем Выделение Так Все это Дело Есть Теперь Нужно Добавить Именно Вот сюда Цевье Это Нам Поможет Аппель Поможет Куб В принципе Можно Из цилиндра Это дело Все Тоже Гнать Давайте Цилиндр Поставим Так Геометрии Сайз Уменьшаем Вот Так Все Это Дело Вытягиваем Еще Немножко Уменьшаем Переворачиваем Подгоняем Устанавливаем Вот Так Вот Немножко Сюда Вперед Смотрим Что Тут Да Как Тоже Выравниваем Ну И Вот Это Все Дело Теперь Можно Обрезать Вот Так Вот Немножко Подогнать И Немножко Сплюснуть Вот Так Вот Эту Часть Теперь Лицевую Нужно Немножко Выгладить Кисть Побольше И Шифтом Так Ctrl Z Сделаем Дайна Меш Ctrl W Делаем Одну Полигруппу Делаем Дайна Меш И Немножко Все Это Делаем Вот Так Вот Сглаживаем Ctrl D Добавляем Дивайдов Так Винтовка Уже Становится Похожа Теперь Нам Нужен Опять Цилиндр Аппенд Находим Цилиндр Переключаемся На него Делаем Теперь Геометри Делаем Дайна Меш Сайзом Сайзом Немножко Уменьшаем Ставим Вот В такое Положение И Немножко Перекручиваем Вот Так Вот И Немножко Вот Так Теперь Все Это Дело Опускаем Подгоняем Немножко Сплюснем Смотрим Что Тут Да Так Немножко Выкручиваем Подравниваем И Немножко Вот Так Его Уменьшаем Так Смотрим Чтобы Он Нормально Соспаковался Здесь Маскируем Вот Так Вот И С помощью Гизма Немножко Поднимаем Вот Так Где-то Снимаем Маску Ну Вроде Нормально Только Нужно Его Немножко Уменьшить Вот Таким Вот Образом Теперь Control Левая Кнопка Мыши Перетягиваем Вот Сюда И Немножко Сайзом Уменьшаем Чуть Прибавляем Сюда И Подравниваем Вот Теперь Нужно Вот Сюда Добавить Стволы Так Это Снимаем Маску Добавляем Опять же Аппенд Добавляем Цилиндр В принципе Цилиндр Можно сделать Пустотелый Это получается Заходим В Тулы Находим Цилиндр Переворачиваем Вот так Заходим В Inicilize И Делаем Ему Пустоту Вот Вот так Теперь Заходим Делаем Make Polymesh И возвращаемся На наш Ствол Так Вот этот Цилиндр Можно Отключить И Аппенд Надо Подгрузить Именно Цилиндр Вот этот С пустотелкой Делаем Ему Теперь Геометри Делаем Dynamesh Так Ctrl Z Neon Выбираем Вот этот Цилиндр Заходим В геометри Делаем Dynamesh Ему Ну и Теперь Опять же Можно Size Вот так Вот И Вытянуть Это будет Ствол Вот так Вот И Немножко Ещё Вытянуть Теперь Moff Всё это Дело Перекручиваем Устанавливаем Вот На это Место Alt Левая кнопка Мыши Приближаем Выравниваем Shift Левая кнопка Мыши И Загоняем Ствол Вот сюда Немножко Его Опять же Уменьшаем Подгоняем Немножко Перекручиваем И Припускаем Можно Поставить Прозрачность Чтобы попасть На затворную Вот эту Раму Ну и Немножко Опять же Поменьше Делаем И Вытягиваем Вот Так Ну в принципе Уже Хорошо Чуть-чуть еще Корректируем Жмем Ctrl И Опускаем Дубликат Вниз Еще Немножко Его Уменьшаем Вот Так Вот Здесь Теперь Можно Его Обрезать Ctrl Shift Вот Так Снимаем Маску Ctrl Левая Кнопка Мыши Поле F Можно Открутить Ну В принципе Вот Такая Получилась Заготовка Немножко Это все Дело Еще Можно Наверное Уменьшить И Немножко Вытянуть Так Вот И Приподнять Вот Таким Вот Обратом Добавляем Теперь Пустотел Вот Этот Цилиндр На Него Переключаемся Делаем Геометри Делаем Дай Нам С Теперь Можно Его Немножко Перекрутить Вот Так И Немножко Сплюснуть Вот Таким Вот Образом Вот Так Как Заготовка Теперь Добавляем Опять же В Саптулах Append Добавляем Теперь Наверное Опять же Цилиндр Только Теперь Цельный Без Пустот И Теперь Геометри Ёб Твою Мать Блять Так Делаем Унутрь Дай Нам Немножко Немножко Уменьшаем Перекручиваем Так Вот И Поднимаем Кверху Так Немножко Его Можно Теперь Еще Даже Вот Так Расширить Смотрим Чтобы Он Все Перекрывал И Добавляем Теперь Так Вот эту Часть Поднимаем Кверху А На Вот эту Часть Так Вот эту Часть Опускаем Вниз Ставим Вычитание Переключаемся На Верхний Саптул Делаем Мердж Даун Ок И Делаем Вычитание Вот Получилось Вот такое Вот Кольцо Теперь Можно Его Немножко С Вот Так Уменьшить И Подогнать Где-то Вот Сюда Вот Так Вот Здесь Его Еще Потом Можно Будет Подкорректировать Это Не Принципиально Это Заготовка Вот Так Где-то Вот Здесь Он Должен Быть Немножко Его Ниже Опускаем Вот Так Вот И Теперь Добавляем Append Куб Переключаемся На Куб Делаем Кубу Dynamess Size Так Куб Уменьшаем Подгоняем Куб Вот Сюда Немножко Его Сплюснем Теперь Подгоняем Сюда Вот Таким Вот Образом И Немножко Еще Можно Навести Сюда Поближе Теперь Его Немножко Вытягиваем Чуть Чуть Корректируем Вот Таким Вот Образом И Теперь Нужно Немножко Его Презать Жмем Теперь Ctrl Shift И Жмем Теперь Тим Курфутер Поддел Обрезаем И Немножко Вот Так Делаем Подрезку Смотрим Как Тут Все Установилось Ну Вроде Нормально Чуть Чуть Вот Так Перевернем Посмотрим И Немножко Его Еще Сплюснем Вот Так Теперь Переключимся Именно На Кольцо Вот На Это Рас Чуть Чуть Поменьше И Вот Так Его Немножко Тут Подкорректируем Следом Здесь Его Вот Так Вот Маскируем И Вот Так Вот Перекручиваем Так Так Вот И Еще Крутим И Вот Так Подставляем Во Теперь Уже Более Менее Так Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Зацепил Я Вот Эту Буховинку Так Ее Маскируем И Вот Эту Часть Повторяем Теперь Move Подгоняем Устанавливаем Вот Так Еще Немножко Перекручиваем Уменьшаем Вытягиваем Вот Так Кисточку Чуть Чуть Поменьше Можно Здесь Ее Так Вот Еще Подкорректировать И Вот Так Ее Поднять Все Снимаем Выделение Теперь Все Это Дело Нужно Объединить Делаем Merge Down Ок И Делаем Сему Это Дайна Мэс Так Ctrl Z Чуть Резолюцию Можно Поднять Дайна Мэс Выкручиваем Добавляем Ctrl D Теперь Маскируем Где-то Вот Тут И Маскируем Где-то Вот Тут Делаем Ctrl I И Делаем Немножко S И Немножко Корректируем Вот Так Вот Снимаем Маску Ну В принципе Нормально Падины Есть Так Немножко Здесь Вот Так Чуть Чуть Округлим Немножко Подтянем Ну Вот Уже Затвор Есть Теперь Можно Все Это Дело Продублировать Делать Дубликат Обрезаем Все Дело Вот Так Это Значит Геометри Дивайдов Уменьшаем Делло Пробел Вот Так Убираем И Немножко Вот Так Теперь Все Дело Перекручиваем Подставляем Сюда И Немножко Уменьшаем Чуть Немножко Подкручиваем Вот Так В принципе Хорошо Так Затворка Есть Это Есть В принципе Мушку Осталось Ну И ремни Добавить И уже Доработать Чуть Чуть Цевьё И Все Будет Пинтенарик Вот Такое Вот Простое Ружьё Такой Вот Вариант Все Всем Пока До Свидания